Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. С тех пор, как биткоин приобрёл некоторую популярность, многие энтузиасты пытаются найти того, кто его придумал и разработал. Однако личность этой персоны или группы лиц до сих пор остаётся в тайне. Или же нет? На самом деле я всё ещё не уверен до конца, но совпадений и подозрительных сходств действительно много. С одной стороны, интересно узнать, кто является создателем биткоина, а с другой стороны, если бы я узнал эту точную информацию, то я бы не стал её распространять, так как это представляло бы угрозу этому человеку и его семье. Поэтому воспринимайте это видео не как истину. Кстати, делать такие ролики та ещё запара для моего воспалённого мозга, поэтому был бы рад, если бы вы поставили лайк хотя бы за это. А мы начинаем. Кем же может быть Сатоши Накамото? Многие говорят, что им мог бы быть Илон Маск, но только мог бы, потому что кроме Маска есть ещё очень много возможных кандидатов. Например, Хэл Финни, Вэй Дай, Адам Бэк и даже Дэйв Клейман. Однако есть ещё один человек, который является серьёзным претендентом, и которого они очень сильно обсуждают. Он непосредственно связан с Чейнлинком, собственно, он его создатель. Си Энн, Сергей Назаров, или же Сатоши Накамото. Как же Сергей смог стать кандидатом на роль Сатоши? ICO Чейнлинка произошло в 2017. Вы спросите, Сергей именно тогда его и создал? Вообще-то нет. Чейнлинк был в разработке очень долгое время, даже дольше, чем большинство людей себе представляют. История создания Чейнлинка приводит нас к домену smartcontract.com, который в данный момент является лендинговой страницей для смарт-контрактов Чейнлинка. Так как же этот домен может предоставить доказательства о том, что Сергей может оказаться Сатоши? Для начала посмотрим, когда именно этот домен был зарегистрирован. Для этого я использую сайт huiz.net, который покажет всю информацию о домене. Домен smartcontract.com был зарегистрирован 25 октября 2008 года. 2008 года? Хм... А не говорит ли это о чем-то важном, особенно когда речь идет об октябре 2008? Первый зарегистрированный имейл, который послал Сатоши, анонсируя релиз белой книги биткоина, был 31 октября 2008 года. Всего за 6 дней до релиза биткоина для общественности Сергей Назаров забронировал домен smartcontract.com. И в этот же день он зарегистрировал имейл, на который был зарегистрирован домен smartcontract.com. Давайте же посмотрим, какие еще домены были зарегистрированы на этот имейл, начиная с 2008 года. Вот этот список, запомните его. Это очень важное название. По раздельности все это выглядит несколько странно, но то, что название smartcontract было зарезервировано, кое к чему ведет. Например, к окончанию работы Сатоши только над биткоином, после чего он начинает все больше и больше говорить именно про smartcontractы. Вот пост 2010 года по поводу контрактов escrow, которые Сатоши планировал интегрировать в биткоин. Затем в декабре этого же года Сатоши анонсировал релиз версии ядра биткоина 0.3.18. В этом посте Сатоши написал, «Главное дополнение этого релиза – это счета на основе протокола удаленного вызова процедур, использующего язык программирования JSON для кодирования сообщений. Или же, проще говоря, JSON-RPC, над которым работал Гевин. JSON-RPC, что же это такое? Это очень сложная, на самом деле, информация, и для меня тоже, потому что я в этом не особо специалист, но тем не менее я попытался в этом разобраться. Если мы посмотрим на Ethereum, который является дедушкой смарт-контрактов, из этого инфографика мы поймем, что JSON-RPC – это, по сути, интерфейс для вызывающих функции смарт-контрактов. Очевидно, что Сатоши думал о смарт-контрактах прямо перед уходом от биткоина. Несколько месяцев спустя он послал письмо для группы разработчиков Ядра, с которыми он тогда общался. Вот несколько его последних слов перед тем, как он сказал, что уйдет из центра внимания относительно биткоина. Я перешел к другим вещам. Он, имеется в виду биткоин, в хороших руках с Гевином и остальными. Другие вещи, о которых писал Сатоши, имеют ли они отношение к смарт-контрактам, как, например, смарт-контракт.ком. Давайте нырнем глубже в этот домен и посмотрим, каким выводом мы придем. Заглянув немного дальше, мы получаем еще одно подтверждение тому, что домен был зарегистрирован за 6 дней до выхода белой бумаги биткоина. Здесь мы наконец-то узнаем, что лицом, подающим заявку на регистрацию, действительно был Сергей Назаров. Однако здесь есть кое-что важное. Регистрация была сделана на компанию QED Global. Вот здесь все и начинает складываться. Помните название QED Global? Именно его Сергей зарегистрировал в 2012 году. Домен смарт-контракт.ком был неактивен с момента его регистрации в 2008 и вплоть до запуска действующего веб-сайта в 2014. Мне интересно, как изначально выглядел сайт смарт-контракт.ком. Мы знаем, как он выглядит сегодня, весь напичканный чейнлинком. Однако, используя веб-архив, мы можем перейти к его первой опубликованной версии. Посмотрите, да тут же все в биткоине. Выглядит так, как будто это сайт для смарт-контрактов биткоина, включая в себя escrow-контракт, который Сатоши или Сергей тогда называли условным биткоином escrow-контрактом. Подобный смарт-контракт от Сергея или Сатоши должен был внедрен в биткоин. Один из последних постов, относящихся к биткоину, который написал Сатоши, сообщал о возможностях смарт-контрактов и вызовах JSON-RPC. Однако, биткоин не использует сегодня JSON-RPC. Он использует собственную штуку под названием Bitcoin-RPC или протокол удаленного вызова процедур биткоина, который используется клиентами и серверами для соединения с запущенными нодами биткоина. Короче говоря, это достаточно сложно. Однако, пока Сатоши был в команде биткоина, JSON-RPC пытались внедрить в этот биткоин. И об этом мы можем прочитать в Bitcoin Wiki, у них там есть целый раздел об этом. Начиная с версии 0.3.14, биткоин поддерживает SSL, то есть HTTPS, соединение с JSON-RPC, именно в то время, когда Сатоши все еще работал с биткоина. Но что же случилось со всем этим? Вот что. Допуск произвольных биткоин-нодов ко входу в JSON-RPC порт очень опасен и несет огромную нагрузку. Допуск должен быть строго ограничен и выдаваться только проверенным нодом. Вот еще немного информации из Вики. Активация SSL на изначальной клиентской программе – это функция, которая была удалена в марте 2019 и больше недоступна для биткоин-ядра. Как мы можем видеть из комментариев к данной заметке, эта функция больше не применяется, потому что была удалена из-за угрозы биткоин-безопасности. Это не похоже на то, что изначально хотел Сатоши от биткоина, так как он написал о своей работе на данной технологии прямо перед уходом от биткоина, а значит он хотел ее внедрение. Выглядит так, как будто smartcontract.com Сергея Назарова даже в момент его запуска в 2014 хотел от биткоина того же. Мы только что говорили о регистрации домена и информации с Whois, в которой говорится, что организация, на которую зарегистрирован домен, называется QED Global, и я сказал, что это очень важно. И вот почему. Давайте зайдем на их сайт и посмотрим, кто до сих пор значится в качестве управляющего директора. Фотография очень молодого Сергея Назарова. Так кто же такие эти QED? Сергей указал на эту организацию как часть своего рабочего опыта у себя на странице в LinkedIn. В резюме указано, QED Capital предоставляет венчурный капитал на благоприятных условиях для учредителей высокотехнологичных стартапов в России и Восточной Европе. Ниже сказано. После первого пика биткоина к 30 долларам в июне 2011-го, QED Capital обратили свое внимание на криптовалютные разработки и майнинг. С появлением альткоинов, которые впервые предлагали функциональность смарт-контрактов, мы переориентировались на использование блокчейнов за пределами криптовалют и реальной применимости смарт-контрактов. Благодаря исследованиям и обширным техническим знаниям, из-за старательного и активного участия во множестве криптовалютных сообществ, в конце концов действия QED привели к созданию экспертной технической команды, которая сделала первый почтовый сервис на основе блокчейна – CryptoMail. И одно из первых активных и широко используемых децентрализованных приложений, которое применяет смарт-контракты – Secure Asset Exchange. Если переместиться немного вверх по странице, мы увидим, что Сергей был сооснователем и того, и другого. Так почему же это и QED так важны? Ответ – в России. QED – это российская организация, у них есть сервера и клиенты в России, и они регистрировали домен вместе с Сергеем. Всего месяц назад на CoinTelegraph выпустили статью с заголовком «Код биткоина раскрыл, что Сатоши Накамото использовал российский прокси». В статье указано, что в начале 2009 года Сатоши полагался на российский прокси. Явные признаки этого можно было найти в строке 212 в файле IRC-CPP. И несмотря на то, что детали были скрыты шифром, им удалось его расшифровать. Похоже, шифр работал, убирая все нули, а затем конвертируя цифры из 16-ти ричного обозначения в десятичное. Этот процесс приводил к числу, похожему на IP-адрес, следующий – 87.251.146. В то время прокси этого IP-адреса предоставлялась российской компанией Андерс Телеком. Похоже, что эта компания перестала существовать в 2016 году. Также CoinTelegraph провел расследование по использованию этого IP, и вы даже не сможете догадаться, что же они нашли. А нашли они тот же прокси IP, через который были сделаны посты с обзором отелей в декабре 2008 года, а имя автора было Сергей. Затем снова в январе 2009 года Сергей сделал пост с этого же IP-адреса в теме о русскоговорящих людях во Вьетнаме. Да, русские имеют связи с Сатошей. Если вы не знали на форуме, который создал Сатоши, BitcoinTalk, первой не англоговорящей секцией стал именно русский язык. В конце этого эпизода я хочу показать еще кое-что. На конференции 2014-го, даже до релиза эфира, Сергей говорит про блокчейн смарт-контрактов. Я думаю, что фокус в данный момент направлен на смарт-контракты, и как вы можете использовать смарт-контракты в реальном продукте, который можно выпустить на рынок. Так как огромное количество людей хотят видеть реализацию полного потенциала блокчейна. Да, он сказал именно полного потенциала блокчейна. Давайте вернемся в 2010-й год на форум BitcoinTalk и теме с JSONRPC, который хотел интегрировать в Bitcoin Сатоши. Вот что Сатоши писал по отношению к JSONRPC. До тех пор, пока интерфейс имеет возможность отображать список последнего количества транзакций для пользователя, все это неплохо, так как сейчас у нас есть правильный способ, который облегчает обнаружение платежей на счетах. Гевин, может ли команда иметь возможность отображать транзакции для всех счетов? С кем же Сатоши работал, когда пытался внедрить JSONRPC в Bitcoin? С Гевином Андрессоном, который в последний раз ответил по этой теме в 2010-м году. Да, отображение транзакций возможно. Под программой других счетов могут выдавать ошибку неправильное имя счета, если будет введена звездочка. У меня есть две проблемы насчет этого, и далее он перечисляет эти проблемы. Следующий комментарий по поводу идеи JSONRPC был сделан аж в 2013-м году. Случайный пользователь написал, есть какие-нибудь новые предположения относительно этого вопроса спустя три года? Нет. Разработка полного потенциала биткоина, похоже, не удалась. В своих последних беседах Сатоши пытался решить некоторые из данных проблем, о которых прямо говорил Сергей на конференции в момент релиза эфириума, так как в это же время, в 2014-м году, шел краудсейл эфира. Очень много разговоров были вокруг того, что верификация будет ненадежной. И более важно, основываясь на этой верификации, основываясь на том, какое действие осуществляет человек, чтобы заслужить доверие в сети, это очень большая проблема. Но я думаю, что технология, которая решит эту проблему, наконец-то появилась, и есть несколько человек, которые не просто ждут, а работают над ней. Да, биткоин ждал, а Сергей и эфириум нет. На этом все. Пишите, что вы думаете об этом в комментариях. Считаете ли вы, что Сергей Назаров это Сатоши Накамото? Я бы прикрепил опрос, но, к сожалению, YouTube упразднил эту функцию. Поэтому давайте я создам этот опрос у себя в Телеграме. Ссылка на него будет в прикрепленном комментарии. Переходите туда, подписывайтесь и проходите опрос. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого.